Эмили Мари Бушо Эмили составляла 41 см Она также была известна своими эксцентричными выступлениями на сцене, что вызывало неоднозначный прием публики Родилась в Алжире 14 мая 1874 года Согласно его воспоминаниям, была одной из 11 детей После того, как у ее матери завязались отношения с мужчиной по имени Эммануэль Боджи Она взяла своих детей с собой, когда переехала с ними в Париж А Эмили отправили обратно к бабушке в Алжир В сентябре 1890 года Эмили сбежала, чтобы воссоединиться с своей матерью во Франции Примерно в 17 лет успешно прошла прослушивание на свою первую работу певицы в кафе Карьера полиарх в индустрии развлечений простиралась с начала 1890-х годов до середины 1930-х И охватывала диапазон от певицы-мюзи-холла до актрисы сцены кино Ее самый успешный период в профессиональном плане пришелся на период с середины 1890-х годов до начала Первой мировой войны Приняла сценический псевдоним Оляяр «Полярная звезда» Сначала работала в мюзи-холле певица и танцовщица Кстати, Тулус Латряк изобразил ее на обложке журнала в 1895 году Ненадолго посетила Нью-Йорк, но без достижения большого успеха как певица Возвращение в Париж получила актерские роли Ее первое крупное появление стояло в 1902 году в главной роли в спектакле «Кладин» в Париже Комедийная актриса Полиэр стала одной из главных знаменитостей своего времени Позже, по мере развития кинематографа, она снялась еще в нескольких фильмах В 1909 году Полиэр получила роль в своем первом немом фильме «Монахи и войны» В 1910 вернулась на сцену, появилась в Лондоне, затем в Нью-Йорке В 1912 вернулась во Францию, ей предложили роль в фильме многообещающего молодого режиссера Мариса Турнера Она снялась в шести его фильмах Вернувшись на музыкальную сцену, она отправилась обратно в США для второго тура Затем вернулась в Лондон для выступления в театре Клези В 1915 году часто появлялась в Лондоне и участвовала в усилиях по сбору средств на военные нужды Вернулась в кино в 1922 году, но на склоне своей карьеры была вынуждена довольствоваться какими-то небольшими ролями Полиэра умело использовала свою внешность для привлечения внимания В первом году своей работы певицей в кафе Она носила очень короткие юбки, а также коротко подстригала волос Мода, которая не стала обычным явлением в стальном обществе до 1920-х годов Брюнеткой у нее был необычный густой макияж глаз, намеренно напоминающий об арабском мире В то время, когда обтягивающая кружева среди женщин была и в моде Она была известна своей миниатюрной затянутой корсеталией Обхват которой, как сообщалось, не превышал 16 дюймов или 41 сантиметров Это подчеркивало ее большой бюст, размер которого, как говорили, составлял 38 дюймов или 97 сантиметров Ее рост составлял 165 сантиметров Ее поразительная внешность, как на сцене, так и вне, сделала ее знаменитой Разговоры о ее фигуре и пышных нарядах, меховых шубах и ослепительных драгоценностях Пришествовали ее появления, куда бы она ни пошла Жан Лоран, французский писатель и поэт символистского толка, писал Крошечная фигурка женщины, которую вы знаете, тонкой до боли талии, способной кромко кричать, переламываться надвое, судорожно обтягивающем лифе Прелестнейшая струк, большой ненасытный рот, огромные черные глаза, окруженные кольцами, синяками Обесцвеченные, сияние ее зрачков, растрепанные волосы ночного цвета, фосфор, серо-красный перец Этого омерзительного, похожего на соломея лица, волнующая и взволнованная поляэр Какая дьявольская мимика, какая танцовщица живота Желтая юка, высоко поддоткнутая, ажурные чулки в перчатках, рубашка подпрыгивает Развивается, извивается, выгибается от бедер, спины, живота Имитирует всевозможные толчки, изгибы, витки, встает на дыбы, вертится, дрожит Как застрявшая оса, мяукает, падает в обморок, под какую музыку и какие слова Зал застывший в оцепенении забывает аплодируем Так писал Жан Лоран Она была частой темой для обсуждения художниками Среди тех, кто ее рисовал, были Тулус Лотрек, Антонио, Дела Гондара, Леонтелло, Капьелло, Руберт Карабин, Дрейфус Гонсалес и Жан Салат Финансы поляэр пострадали из-за серии действий французских налоговых органов И с возрастом она с трудом находила роли на сцене или на экране Возможно, она страдала от депрессии Умерла 14 октября 1939 года в возрасте 65 лет Похоронена на центральной площади в восточном пригороде Парижа Шампинь-Сюрмар Пока-пока, до свидания Вот так вкратце о французской певице и актрисе Эмилии Марии Бушо Которая работала под сценическим псевдонином Поляэр Пока-пока, до свидания Смотрим фотографии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok